Трижды расстреливают ворота динамовцев. Красноярские рыси триумфально вырываются вперед в первом же периоде. Далее агрессивная игра красноярцев выходит им боком. Судья во втором периоде назначает ворота штрафной бросок. Но динамовцы шансом не воспользовались. В середине игры капитан белоголубых Степан Жданов шайбу ворота соперников все-таки отправляет. Через пять минут еще один гол забрасывает форвард динамо Алтай Константин Пархоменко. Счет 2-3. Напряженная борьба переходит в третий период, но уже без голов. Победа за красноярцами. Болельщики, я знаю, за нас переживают в Красноярске. Я знаю, посмотрел много трансляций людей. Им огромное спасибо. Всех с победой поздравляю. Хорошая боевая игра. Никто не обещал, что будет легко. Можно сколько угодно рассуждать о игровом тонусе, на все эти оправдания в пользу бедных. Сегодня красноярские рыси были сильнее нас. Провалили первый период. Все остальное можно будет рассуждать сколько угодно. Надо сделать вывод из этого поражения. Работу над ошибками сделали и взяли реванш. Весь воскресный матч две команды словно играли в догонялки, пытаясь сравнять счет. Игра была жесткой и вязкой. Одно удаление следовало за другим. Вперед вырывались то наши, то гости. Зрители ждали победы. Третий период завершился со счетом 3-3. В овертайме тратить все дополнительное время динамовцам не пришлось. Они протолкнули шайбу ворота и зал взорвался. Победа за нами. Борьбу команды продолжат в Красноярске. Затем вернутся в краевую столицу, где сыграют 28 марта. В финале будет тот, кто первым одержит четыре победы. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.